Приветствую вас сегодня на нашей проповеди, как жить максимально полной жизнью. Чтобы жить абсолютно полной жизнью, во-первых, вам нужно быть свободным для того, чтобы использовать все, что вам предлагает сама жизнь. Сегодня мы будем говорить о том, как же беспрепятственно достичь в жизни того, чего вы хотите. Я и Илона выросли в то время, когда было обязательно вносить пожертвования в церкви, приуроченные к радостному событию, когда вы хотели пожениться, или на Пасху, например, и было отражением вашей радости в нашей вере то, где мы жили и как мы жили. Той веры, которая учила нас правде, но не той веры, которая была в сердце. Мы еще не были, по сути, верующими. Этого от нас ожидало общество, и мы хотели соответствовать. Для нас это было обязательством номер один внести пожертвования. Я стоял там с отсутствующим видом, мне было совсем неинтересно. Священник, конечно же, не мог не заметить этого, и когда мы спросили его, хотите ли вы провести нашу свадебную церемонию, вот за этим многое последовало. И в день нашей свадьбы он зачитал нам все, кроме романтического текста из Библии. Библейский текст, который он нам приготовил, был из псалмов. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое, чтобы мы набрались мудрости. Он думал, что Пауэ сбился с пути и должен сначала встать на путь истин. Но и это я тогда пропустил мимо ушей. И в день нашей свадебной церемонии я, конечно, делал, что от меня требовалось, но даже после всего я не знал уже в тот же день, какой там был текст из Библии, что я только что прочитал. Спустя три года брака мы испытали серьезный кризис нашей семейной жизни. Я хорошо помню, как Илона в один прекрасный вечер встала на колени и молилась за наш брак. А на следующий день, в воскресенье, я пошел в церковь не потому, что я очень хотел туда пойти, а потому, что так надо. И там опевали 64-летнего человека. И в тот воскресный день я почитал дни своей жизни. Я пришел к выводу, что моя жизнь, по сути, очень коротка. И священник рассказывал о евреи, который имел все, к чему я стремился, и даже совершил путешествие в Иерусалим в поисках Бога, потому что чего-то все же не хватало в жизни. И в то воскресное утро я осознал, если бы я всего добился, чего хотел и о чем мечтал. Все же чернела бы в моей жизни большая дыра. И вскоре после этого умер мой хороший друг и наставник на работе, ему было всего 41 год, и он умер просто от гриппа. Это была последняя капля, которая мне была так нужна. Я понял, что жил без Бога. Я понял, что Бог нужен мне в моей жизни. Я открыл для себя, что лестница моей жизни опиралась не на ту стену. Я думаю, это случилось многими годами позднее, когда я понял, что фактически подсчитал дни моей жизни, как тогда, в день нашей свадьбы, и сказал священник. Но с того момента, как я сосчитал свои дни, я день и ночь копался в Библии. Когда я вспоминаю о тех днях, я вижу, что я был связан по рукам и ногам и не знал, что такое свобода. Когда я жил во грехе, а когда я вернулся в церковь, я окунулся в систему правил и законов и думал, если я не буду им следовать, то шансов у меня никаких нет. Я не осознавал милость Божьем, поэтому я совсем не верил, что Бог примет меня. Но слово его даровало мне свободу. Здесь я подхожу к моему первому пункту. Ключ к полной свободе лежит в слове. Может быть, вы смотрели фильм «Побег из Шоушанка»? Там рассказывается о человеке, который был невиновен, но его посадили в тюрьму. И он совершает побег благодаря тому, что ему удалось спрятать молоток в своей Библии. И при каждой проверке своей камер он прячет ключ к свободе в Библии, держит ее под мышкой и говорит «Моя свобода» в этой книге. «Дорога к свободе, ключ к моей свободе тоже был в Слове Божьем». Тем, что я есть сейчас, кем я стал, благодаря вере в Слово Божие. Кем бы вы ни были, ваша свобода тоже находится в Слове. Господь сделал нас свободными. Бог — Создатель вашей жизни. И Он знает, как вам жить с максимально полной жизнью. Вы сможете жить с полной жизнью только в том случае, если вы свободны. Иисус уже освободил нас. А Павел говорит в послании к Галатам, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вам не нужно освобождение, вы уже свободны. Христос освободил вас. А для чего? Чтобы вы жили свободными. Поэтому стойте и не подвергайтесь опять игу рабства. Как это часто случается, вас спасают, и вы где-нибудь снова попадаете в рабство. Кто-то накладывает на вас бремя своих правил. Если мы говорим о пути к свободе, хорошо вообще знать, что же такое свобода. Толковый словарь определяет свободу как независимость. Независимость — это возможность делать то, что ты сам хочешь, без обязательства перед кем-либо или нужды в ком-либо, без выполнения чужих требований и указаний. Свобода — это когда вы ничем и никем не ограничены. Это возможность быть собой. И смелость быть собой. Дорога к свободе идет через выбор на основе знания, мудрости и ответственности. Павел говорит в первом послании к Коринфянам, «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но не все назидает». «Все, чего бы вы не захотели, позволено, но не все полезно». «Все позволено». Повторю это еще раз, но не все способствует росту. А дальше говорится, «Никто не ищет своего, но каждый польза другого». Видите, вы свободны делать то, чего вы хотите, если только вы имеете знания и ответственность. У нас есть враг, который не хочет, чтобы мы жили свободным. В Библии сказано, «Не подвергайтесь опять игу рабства. Опасайтесь того, что вы были освобождены». Иисусом, и снова при первом же пролившемся дожде окажетесь в грязи. Знаете, что раб не может сам выбирать. У раба нет свободы выбора. У него нет свободы воли. Раб должен делать то, что приказывает ему хозяин. Вы можете обратить ситуацию на себя. Например, требования, которые вы предъявляете к себе, вы делаете такими высокими, что не можете делать того, что вы очень хотели сделать. Это могут быть требования к вашим доходам, к сумме накоплений, расходам, вашим отношениям, чистоте в вашем доме, к вашей внешности, требования к вашим успехам. И все эти требования лишают вас возможности жить с полной жизнью. Кроме того, многие вещи, предлагаемые нам под соусом свободы, делайте то, чего вы хотите, извлекайте максимум возможностей из своей жизни. В действительности они связывают нас. Например, если вы начнете спрашивать людей, которые живут ради денег, славы, секса и рок-н-ролла, то вы узнаете, что эти люди в глубине души очень несчастны, одинокие и являются рабами своих целесных желаний. Петр тоже это понял, и он написал, обещают им свободу, будучи сами рабы-кленья. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Здесь важно не кто чем, но кто кем побежден. Обратите внимание на это. Кем вы побеждены? Тому вы и стали рабом. А если мы не свободны, то мы есть чьи-то люди, или же Господа, или же дьявол. Видите, и ваш образ жизни без Бога означает автоматически, что вы связаны с сатаной. Что бы вы ни делали, не позволяйте чему-либо брать над собой верх. Так Павел в послании к коринфянам говорит, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Все мне позволительно. Еще раз. Но я не позволю себе попасть под власть чего-либо». Видите, вы можете в своей свободе выбрать все, но если ваша свобода ведет к тому, что какие-то вещи начинают брать верх над вами, например, это может быть даже еда, алкоголь или лекарства, курение, или то, что вы смотрите в интернете. Видите, это могут быть последствия вашего свободного выбора, который вам дарован, который вы свободны делать на ваше усмотрение. Но этот выбор будет определять вашу жизнь и ваше время. Свобода — это возможность прекратить делать то, чем вы сейчас занимаетесь. Вы главный над своей жизнью. Вы управляете сами своими деньгами. Принадлежит ли вам ваше время? Можете ли вы сказать «да» или «нет», чему-либо или кому-либо? Свобода — это и возможность иметь и высказывать свое мнение без страха знать, что другие думают о вашем мнении и как они на него отреагируют. Свобода — это дар Господа, чтобы вы могли жить максимально полной жизнью. Свободу вы найдете в Слове Божьем и только в нем. Его мудрости и в принятии на себя ответственности, в применении Слова в вашей собственной жизни. Итак, я подхожу к своему второму пункту. Время — это самый ценный ресурс из всех существующих ресурсов на нашей Земле. Время ограничено. Вы не получите его больше или меньше. Ваше время вы можете потратить только один раз. И то, что ограничено, то, как правило, и ценится. А вы сами видите сегодня цены на золото. Они немыслимо высокие. Акции взлетают. Биткоин тоже растет. А все почему? Потому что сейчас люди потеряли доверие к напечатанным деньгам. И они ищут то, что является ценным. А еще и, по сути дела, ограниченным. И вот время ограничено, и только время может принести деньги. Только со временем можно построить хорошие отношения. Только время, потраченное на сон, принесет вам бодрость и здоровье. Только время, потраченное на здоровое общение с семьей, с обществом, делает вас психически устойчивым и эмоционально стабильным человеком. Только проживая полную жизнь в отведенное вам время в этой жизни, вы найдете путь в жизнь вечную. И вот мы возвращаемся к псалмам. Научи нас так счислять дни нашим, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Здесь говорится о том, чтобы мы смогли правильным способом сосчитать наши дни. Так, почитать, чтобы сердце наше стало мудрым. Тогда узнаем мы, что же нам нужно делать. В Библии говорится, сердце ваше определяет, как ваша жизнь будет выглядеть в итоге. Этот текст есть молитва Господа. Научи меня. Образуй меня. В Библии говорится о жизни. Это ширина ладони. Этот цветок, растущий в поле. Это время года. И в Библии говорится, у вас есть 70 лет. Ну, может, самое большее, 80 лет. Или вообще какие-то гиганты. Это 100 лет. Ваша жизнь ограничена. Бог желает научить нас быть мудрыми. Иов говорит, смотри, это все делает Бог с человеком два-три раза, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Господь достает вас, в сущности, два раза из могилы. А почему? Да потому что, когда вас спасает Бог из трудных обстоятельств, тогда проливается свет на вашу жизнь. И Бог спасает нас два-три раза из трудных обстоятельств в жизни, чтобы пролить свет и сделать нас мудрыми, дать нам понять, что наше время ограничено. Мудрое сердце чувствует, кто создал жизнь. Мудрое сердце понимает, что тот, кто создал жизнь, дает нам руководство по применению. Это глупо проживать вашу жизнь по собственному усмотрению. Если вы живете только своим разумом, то это как с книжным шкафом из Икеи, который мы все, наверное, пробовали собрать без инструкции. Вы теряете время, повреждаете шкаф, нет никакого результата, и вы к тому же очень сильно расстраиваетесь. Видите, только с мудростью и разумом. А вы можете жить с полной жизнью. Иов говорит нам, и сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла — это разум. Страх Господень — это мудрость. Но что же такое страх? Страх — это не боязнь, потому что Бог — это любовь. А где есть любовь, там не может быть страха. Страх Господень можно сравнить с хорошим браком. В хорошем браке муж и жена друг друга не боятся. Вы храните друг другу верность, потому что любите друг друга. У вас есть уважение друг к другу. В нормальной семье вы ставите супруга или супругу на первое место. В хорошем браке вы служите друг другу. Только если вы служите друг другу, ваш брак может быть успешным. Страшиться Бога — это означает ставить Бога на первое место. Не потому что так надо, но потому что Он ставит нас на первое место. И Он служит нам. Поэтому вы ставите Слово Его на первое место. Поэтому уважаете вы Слово Его, даже если вас никто не видит. это есть мудрость и страх Господень. А разум — это отказ от греха. И до тех пор, пока вы выбираете грех, у вас не будет разум. Если вы выбираете грех, у вас глаза будто платком завязаны. Только когда мы поворачиваемся к Богу, тогда и грех прекращается сам собой. Потому что свет Божий приходит в нашу жизнь и с легкостью прогоняет всякую тьму из вашей жизни. Вам не надо быть лучшим, просто повернитесь к Богу, и ваша жизнь изменится. Если мы хотим жить максимально полной жизнью, нам нужно сделать радикальный выбор — оставить Бога на первое место. Вам не нужно больше воспринимать Библию как инструкцию с дельными советами. Это единственное руководство к действию, которому вы строго следуете, чтобы вести максимально полную жизнь. Одно лишь — это руководство уже дает вам мудрость и разум. В притчах говорится, блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. А все? Почему? Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней. И ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Ваши желания, ваши мечты не сравнятся с приобретением мудрости и разума. Две важные вещи, которые нам открывает Библия. Почему же нет? И дальше мы прочтем. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Мы все хотим дожить до старости, и мы все хотим процветать, иметь все необходимое и быть уважаемыми за то, кто мы есть и что мы делаем в этой жизни. И вот эти вещи лежат и в правой, и в левой руке. А далее сказано, пути ее... Пути приятные. И все эстези ее мирные. Мы все хотим жить в любви. Жизнь с гармоничными отношениями. Мы все хотим ходить мирным путем. А знаете, мирный путь в Библии — это путь мира. Это пять столпов вашей жизни. Я уже использовал пример с нашей ладонью ранее. Мир в вашем духе. Ваш дух — это ваша сила. Это, скажем, большой палец. Попробуйте крепко сжать предмет, не используя при этом ваш большой палец. Ничего не получится. Силы у вас тогда не будет. Мир в вашей душе, как сердце, определяет направление вашей жизни. Мир в вашем теле. Ваше тело — это первое, что вы видите. Здоров ли человек или нет. Уставший ли он или полон сил. Мир в ваших отношениях. Потому что если в вашем доме нет мира, то и на работе ваши дела не ладятся. Мир или успех в ваших финансовых вопросах — это уже мизинец. Он нужен вам для равновесия. И только если мы приводим в порядок денежные вопросы, то мы достигаем баланса в нашей жизни. Поэтому мы иногда говорим, вам нужно выйти из равновесия и понять, какие стороны жизни требуют изменений. Мудрость и разум способствуют тому, что вы все столпы жизни сможете привести в порядок и обретете при этом силу. В Библии говорится, что мудрость и разум — это древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженно, которые сохраняют при этом ее. Древо жизни — то, которое в заблуждении своем проигнорировал Адам в раю. Древо жизни — древо открытий, которое всегда плодоносит. Дерево, чья листва целебна. Видите? Мы умеем делать правильный выбор по сравнению с Адамом. Адам не верил в то руководство, которое дал ему Бог. Адам был упрям и действовал неразумно, руководствуясь лишь своими представлениями. И поэтому Адаму не удалось вкусить всю полноту жизни. А у нас это получится. Поэтому мудрость и разум — словно две ноги, которые стоят на земле и в раю. Господь премудростью основал землю. Небеса утвердил разумом. Бог словом своим создал землю. А в этом его мудрость. И Бог создал рай, небо, изгнав из него все зло. Мудрость и разум — это ключи к жизни на свободе. Это ключи к тому, чтобы максимально полно жить. Это ключи к превращению вашей земной, приходящей жизни, в жизнь вечную. Далее мой четвертый пункт — «Живите изнутри наружу». В притчах мы найдем следующие строки. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Как сделал это Адам? Положился на свой разум. Но знайте его. Разделите все свои пути с ним. И тогда он позаботится, чтобы пути ваши были прямыми, чтобы вы шли прямо к целям, и не отклонялись от пути вашего и вкусили всю полноту возможностей ваших. Мы живем полной жизнью, если мы применяем в ней мудрость Бога и разум Его. А мы, и я в том числе, склоняемся к тому, чтобы жить, как я это называю, снаружи-внутрь, вместо того, чтобы жить изнутри и наружу. Давайте снова обратимся к ладони. Если мы видим, что у кого-то есть красивый дом, машина, успех, самая первая мысль, «Вот он счастливый, а?» До тех пор, пока я не начну спрашивать. И вот я выясняю, что это совсем не так. У него за спиной разбитый брак. Он не общается с детьми. Или же болезнь, слабость, депрессия. И даже если все вроде в порядке, я спрашиваю дальше, и выясняется, что у него было все, что он хотел. Но сейчас в конце пути у меня нет цели в жизни, я не понимаю. Зачем я существую? Почему я все-таки здесь? До тех пор, пока мы не поставим Бога на первое место, здесь, где наш большой палец, наша сила, и не отдадим нашу жизнь Господу, и наша жизнь обретет силу, а мы станем новым созданием. И это создание едино с Богом. Если мы начнем жить с Богом, с нашей силой, то мы будем жить и согласно Слову Божьему. Слово — это дух, и наше самое первостепенное, самое главное. На втором месте стоит наше сердце и наши мысли, которые приводят в порядок нашу душу, чувства, представления, возможность склониться перед Словом Божьим, потому что из нашего сердца вырастает вся наша жизнь. В Библии говорится, слово в сердце нашем несет исцеление. От сердца формируется ваш жизненный путь. Также и ваши финансы и отношения. Если ваше сердце в порядке, то и ваше здоровье, ваше тело в порядке, ваши отношения и финансы тоже в порядке. На третьем месте стоит наше тело. Не обманывайте себя. А ваше тело тоже важно. Это храм Божий. Это место, где живет наш дух. Это пристанище нашей души. Если же ваше тело болеет, то это оказывает огромное влияние на то, о чем мы думаем и как мы себя чувствуем. Это влияет на наши отношения и на наши финансы. Господь сказал нам в Библии, как мы должны обходиться с нашим телом, что касается еды, питья, режима, чистоты и рекреации или отдыха. То есть создание заново нового рождения. На четвертом месте стоят крепкие отношения. Если наше сердце и мысли в порядке, то мы в состоянии строить крепкие отношения. У каждого человека были жизни испытания, взлеты и падения. У каждого есть багаж за плечами, но если мы не разберемся со своим багажом, то он нанесет вред этим отношениям в нашей жизни. Отношения страдают, когда вы не разобрались внутри себя или вы остаетесь в одиночестве, потому что нет такого человека, который мог бы с вами жить. Потому что в нашем сердце беспорядок. Помните следующее. Отношения придуманы Господом. Если вы вместе, как муж и жена, следуете закону Божьему, брак ваш будет прочным. Я повторю это еще раз. Если вы вместе следуете закону Божьему, ваш брак будет крепким. Если же наши отношения не в порядке, мы не в состоянии концентрироваться на работе, мы отвлекаемся. А тут и измена, неверность, нездоровые отношения могут настолько навредить вам, что вы эмоционально, финансово и целесно чувствуете себя плохо. Живете вы неполноценно. Если же мы работаем изнутри наружу, то мы заново упорядочиваем нашу жизнь, даже если у нас есть печальный опыт в отношениях. Мизинец нужен нам для равновесия руки в целом. Если у человека проблемы с деньгами, то вся его жизнь как бы лишена равновесия. Он, кто постоянно нуждается, то сарит деньгами, или же у него нет ничего на черный день. Про запас. На кризисный период, как сейчас. Мы все забываем, что нам дано благословение, благословлять других и почитать имя Господа нашего. Самый большой вопрос, как же нам во всех этих пяти пунктах навести порядок. Ведь только тогда вы сможете жить с полной жизнью здесь, и только тогда сможете вы полноценно быть в жизни вечной. Только так мы сможем быть хранителями всего того, что нам доверил Господь. Это все. Это пятое, что я хотел вам сказать. Поставьте перед собой эти пять первостепенных задач. Наше время сочтенон. Как же нам не терять наше драгоценное время? Да очень просто. Так же, как вы ведете учет своих расходов, начните вести учет своего времени и составьте план. Ваше время дороже, чем ваши деньги. Как же предотвратить бесконечный, бесцельный просмотр телевизионных программ? Бесцельное сидение в социальных сетях? Как же избежать того, чтобы бежать от чуда к чуду? Как же избавиться от постоянной спешки и стресса в жизни? Как найти цель в жизни? Ответ простой. Жить в соответствии с вашими пятью приоритетами. Представьте, что у вас есть пять больших камней. Смотрите на них, как на пять ваших приоритетных задач. И представьте, что рядом с этими пятью камнями у вас лежат еще 50 маленьких камней. Вещи, которые тоже важны, но не настолько, как те ваши пять главных целей и приоритетов, первостепенных задач. Например, вечеринка, день рождения. И наряду с этими пятью большими камнями и пятью десятью маленькими у вас еще стоит горшок с галькой, мешок с песком, кувшин с водой, ну и пустой ящик. И попробуйте подумать, как же все это вместить в этот пустой ящик. Тогда вы поймете, что важен порядок, потому что если вы сначала нальете воду, а потом насыплете песок, а потом гальку, то у вас ничего не выйдет. Но если вы, наоборот, сначала положите пять больших камней, а потом вокруг поместите маленькие камни, потом гальку, а потом песок, и уж в конце воду, то вы рационально используете ваш ящик. То же самое и с нашим временем. Если мы распланируем наше время, учитывая наши самые важные дела, то вы увидите, что многие маленькие камушки и мешки с галькой, а также песок и вода тоже имеют место быть в нашей жизни и не мешают нам жить в соответствии с нашими приоритетными задачами. Если вы эти пять задач поместите на первое место в жизни, то у вас будет 80% результата с всего лишь 20% затраченных на все это усилий. Вы должны знать, что есть огромная разница между обязательством и выбором. Об обязанностях вам не нужно больше думать, не нужно принимать решения. Они не подлежат обсуждению. Вы даже не начинаете дискутировать на эту тему. Например, ходить в церковь по воскресеньям. Онлайн, как сейчас, или же так вот телесно пойти в церковь. Почно так сказать. Я задаю вам вопрос. Это ваш выбор или же это ваша обязанность? Если это выбор, то вы каждый раз будете заводить разговор об этом с вашей супругой. Пойдем мы или не пойдем? Будем мы смотреть или не будем? Своим отношениям вы даете понять, что для вас это не очень важно. А ваши дети слушают и запоминают. Ах, да, церковь важна. Но не очень. Это ваш выбор. И как только что-то стало выбором, то будут появляться все более и более важные дела. Сегодня это вечеринка, вечеринка, завтра день рождения, а потом хорошая погода, затем плохая. Послезавтра сделка по работе и так далее. И что происходит тогда? Вы больше не живете согласно вашим приоритетам. Часто люди спрашивают друг друга вас, какие у вас сегодня планы. Поэтому важные дела должны быть запланированы, должны быть в вашем календаре. Тогда мы сможем сказать «нет» кому-то, кто хочет пятницу вечером встретиться с вами, или вы запланировали этот вечер провести с семьей, поужинать вместе, посмотреть фильм. Прописанные в ваших планах приоритеты помогут вам с легкостью сказать «нет» и «да» о вашем первоочередным, настоящем задачам, чтобы вы смогли жить жизнью, которой вы на самом деле хотите жить. Если свидание с вашей любимой не стоит у вас в записной книжке, вы никогда не найдете для него времени. Я еще от себя хочу добавить, что у меня есть мои мысли насчет пяти приоритетов. Если вы каждый из этих пяти приоритетов согнете в поклоне перед Словом Божьим, и вы есть творение Бога, то у вас получится клак, и вы идете с силой по жизни. И вот твердое намерение для силы вашего духа по воскресеньям в одно и то же время быть на службе в церкви. На неделе смотрите нас и будьте на связи. А для чего? Для духовного здоровья. Для моего сердца, моих мыслей. Это время побыть наедине с собой. У меня есть время, когда я подзаряжаю свою батарею, будь то приготовление любимых блюд, чтение интернета или спорт. У меня есть время на общение с людьми, мое тело. Я в одно и то же время ложусь спать, встаю, по каким-то дням я работаю, вот столько-то часов я трачу на свою работу. Когда я пойду в отпуск, когда я занимаюсь спортом, когда я позволяю или же не позволяю себе пить алкоголь. Четвертое. Мои отношения. Какой вечер на неделе принадлежит только вам двоим? Когда вы приглашаете друг друга на свидание? Пятое. Мои финансы. Позаботьтесь о том, чтобы ваше расписание позволяло вам высыпаться, чтобы плодотворно работать. Выделяйте главное в своей работе и стремитесь решать срочные вопросы самыми первыми. Самые важные вопросы должны идти впереди. А вы можете бесконечно терять время, разговаривая по телефону, просматривая электронную почту, и так и не займётесь тем, что для вас является самым важным в данный момент. Но только расставляя правильно приоритеты, вы сможете стать успешным предпринимателем или работником. Вопрос в том, к чему вы хотите прийти в конце своей жизни, когда вы жили максимально полной жизнью. Вопрос, который вам нужно задать себе, звучит так. Что я хочу, чтобы Бог сказал о моей жизни? Что бы вы хотели, чтобы ваш муж или жена сказали о вас в тот момент, когда вы лежите на своём смертном одре? Ваши дети, что они скажут о вас? Что скажут ваши друзья, которые придут с вами проститься? Что вы хотите сказать своим коллегам или своим работодателям, что бы вы хотели, что бы о вас сказали в вашей церковной общине? Вопрос в том, что вы хотите оставить после себя, когда ваше время пройдёт. Как вы хотите, чтобы вас вспоминали ваши дети, ваши внуки, ваш муж или ваша жена? Жить по максимуму – это значит заботиться о том, что вы делаете действительно нужные дела, дела, которые важны для вас, которые вы сами поставили на первое место. Если вы обозначили важность этих дел, то так вы избежите того, что ваши дни проходят напрасно. Вы очень заняты в течение вашей жизни, а в конце пути вдруг понимаете, что вы живёте не той жизнью, о которой вы мечтали. Мудрость и разум – это столпы, как говорит Библия, на которых держатся земля и небо. Мудрость – это страх Господень. Разум – это выбор отвернуться от греха. Давайте же снова вместе выберем для себя мудрость и разум. Вместе со мной помолимся, закроем глаза и поблагодарим Бога. Отец наш Небесный, спасибо, что ты любишь меня. Спасибо, что ты создал меня и даровал мне полную свободу во Христе. Отец мой Небесный, спасибо, что ты даёшь мне мудрость и разум. Я сегодня хочу действовать мудро и разумно. Отец, я решил сегодня, что я твой закон. Твоё слово больше не буду рассматривать как вариант, как совет. Но как закон – самый большой приоритет в моей жизни. И всё, что ты говоришь мне словом своим, для меня есть добро. ведь ты знаешь, как мне жить максимально полной жизнью. Отец, спасибо за слово Твоё. Отец, я хочу иметь разум, поэтому я снова решаю сегодня отвернуться от греха. вернуться и смотреть на Тебя, Иисус. И я благодарю Тебя, мой Небесный Отец, за то, что когда я на Тебя смотрю, свет Твой меня озаряет, и тьма отступает от меня, что я становлюсь свободным, что я могу ходить свободным, быть победителем, ходить от благодати к благодати. И всё это благодаря Иисусу Христу. Я могу жить максимально полной жизнью, переходить от славы в славу, переходить от силы в силу. Благодарю Тебя, мой Небесный Отец. Аминь.